Всем огромный привет! Сегодня в этом видео хочу вам рассказать об органической косметике сайта Organity. Ну и вначале давайте немножечко вас познакомлю с самим сайтом. Итак, сайт Organity очень удобный и этичный во всех отношениях магазин к своему покупателю. У них представлено более 50 наименований и брендов натуральной косметики. Также команда Organity очень тщательно контролирует и проверяет все составы данных средств, которые представлены на их сайте и также лично тестирует продукцию, чтобы убедиться в ее качестве и в ее положительных свойствах. Также этот сайт очень удобен тем, что там есть онлайн-консультант, который вы можете всегда задать интересующие вас вопросы, то есть он всегда вам поможет. Также у них обширная бонусная программа, постоянным клиентам постоянно там какие-то скидки, акции, бонусы и так далее. Также очень быстрая и удобная доставка по Москве курьером, разумеется, и также в регионы тоже есть доставка также курьером или пункты самовывоза, выдачи и также, конечно же, почты России. Что самое главное, что для тех, кто живет в регионах, не нужно платить предоплату. В общем-то, по-моему, замечательный сайт, очень-очень интересный, красивый дизайн, даже просто интересно на него заходить, также там очень удобный поиск, то есть можно сразу же задать критерии поиска, например, если у вас комбинированная кожа, то вы можете выбрать сразу же средства, которые подойдут именно для вашей кожи. Итак, эта посылка была предоставлена мне этим замечательным сайтом на обзор, за что им большое спасибо, но несмотря на это, мое мнение будет абсолютно честным и объективным, то есть я расскажу вам то, как на самом деле есть и о моих впечатлениях. Как я и сказала, так как я нахожусь в регионе, да, то, несмотря на то, что посылка была отправлена в Почту России, пришла она мне очень-очень быстро, в очень такое, хорошо было все упаковано, то есть продукты при транспортировке, они никак не повредились. У меня здесь был вот такой вкладыш о самом сайте, и также вкладыш, то есть такая книжечка о фирме Organic Search. Это, наверное, самая популярная органическая фирма, вот, и что могу сказать насчет себя, то я тоже, конечно же, в первую очередь обратила свое внимание на этом сайте, именно на фирму Organic Search. Очень-очень я хотела ее попробовать, но как бы не знала, где ее заказать, поэтому когда мне предложили сделать обзор, то я сразу же обратила внимание на эту фирму, и сразу же, в общем-то, ее и выбрала. И именно из этой фирмы Organic Search у меня есть 4 продукта, вот, и еще вот, в общем, 4 продукта, и я их уже тестирую где-то на протяжении недели каждый день, конечно же, может быть, это небольшой срок для тестирования, но в целом у меня уже, в общем-то, сложилось впечатление, я не думаю, что оно как-то изменится, в общем-то, и я уже могу с вами поддерживать. И приступим, и первое, с чего я начну, это будет гель для умывания. Первое, конечно же, что мне сразу понравилось, это его упаковка, так как здесь очень удобная помпа, удобный дозатор, то есть ничего лишнего не проливается, то есть сколько вам нужно средства, столько вы и выдавливаете. Сам по себе гель для умывания очень-очень мягкий, нежный, отлично очищает кожу, восстанавливает также баланс кожи, и как мне показалось, что для моей склонной к жирности тире комбинированной кожи, она отлично подходит, он абсолютно ее не сушит, даже, можно сказать, в какой-то степени увлажняет, ну, по крайней мере, после его применения кожа очень мягкая и нежная на ощупь. Также еще, как мне показалось, он неплохо смывает макияж, поскольку я смывала, в принципе, полностью свой макияж этим средством, и в целом все отлично смылось, поэтому гель действительно достойный, мне он очень понравился, после него кожа для себя чувствует просто превосходно, она хорошо дышит, поры, в общем-то, дышат, мне понравился, буду дальше его использовать, вот это средство я могу... Так, следующее средство, это вот такой мягкий очищающий лосьон для лица, он имеет кремообразную такую текстуру, но он очень легкий, вот, и такой белый, можно сказать, молочный цвет. Этот лосьон предназначен для того, чтобы снимать раздражение с кожи, также он очень хорошо очищает кожу, то есть снимает остатки макияжа, если у вас что-то осталось после умывания, вот, и, как я уже сказала, он отлично снимает раздражение, если ваша кожа была раздражена, или там еще какое-то такое воздействие на нее было оказано, то он отлично ее смягчает и снимает раздражение, разглаживает, тоже очень хорошо увлажняет, вот, тоже мне понравилось средство, отлично, а также здесь удобная помпа. Извините, пожалуйста, меня, но вот я как-то больше ничего добавить не могу, поскольку я не совсем умею, скажем так, описывать косметику, но действительно мне понравилось. Для моей кожи также комбинированность с конной к жирности отлично подошла, у меня очень часто бывает такое, что после умывания у меня кожа немножечко раздраженная, такая покрасневшая, и вот этот лосьон отлично снимает все эти покраснения и успокаивает кожу, поэтому тоже классное средство. Итак, и следующее, что я очень-очень хотела попробовать, о нем я слышала от, об этом средстве я слышала от другого блогера, это, в общем-то, вот такая маска от Organic Search, маска для лица, превосходный результат. Честно говоря, я действительно ожидала прям чего-то такого супер, я ожидала, что, как говорилось об этом, что эта маска отлично очищает поры, вообще отлично очищает кожу и так далее. Что могу вам сказать? Эта маска, она, да, она хорошая, но лично для моей кожи она кроме увлажнения и питания больше как бы особо ничего не дала. Я ее использовала уже 4 раза, я не могу сказать, что она как-то очищает кожу или потом кожа у меня как-то обновляется. Честно говоря, не буду вас обманывать, но ничего такого у меня не происходит. После использования этой маски у меня кожа просто мягкая, очень такая гладкая на ощупь, вот, и, в общем-то, как-то, наверное, и все. Просто она действительно, мою кожу очень хорошо увлажняет и смягчает. Честно говоря, каких-то других свойств от этой маски я пока не заметила. Возможно, конечно же, 4 раза это еще очень мало, но вот как-то так. Но, тем не менее, допустим, если у вас сухая кожа, то эту маску можно использовать для того, чтобы ваша кожа смягчилась и была более такой нежной и более мягкой на ощупь. Далее средство также от Organic Search, уже последнее, это, в общем-то, вот такой крем. Сейчас я вам покажу, в какой коробочке. Ну, коробочка, да, вот обычная, как у многих кремов, стеклянная. Вот так вот он выглядит, этот крем. Несмотря на то, что этот крем, в принципе, он как бы дневной по большей степени, то я его использую на ночь. И что я хочу сказать по поводу крема. Крем мне просто безумно понравился. Наверное, вот изо всех вот этих средств от Organic Search, которые я вам показала, больше всего мне понравилась гель для умывания, то есть умывалка, да, и вот этот крем. Крем вообще потрясающий. Он, во-первых, у него именно такая текстура, как я и люблю, то есть такая очень легкая, нежная текстура. Я не люблю жирные крема, здесь именно легкая текстура. Отлично распределяется по коже, очень хорошо ее увлажняет. Прям кожа даже как-то охлаждается, прям чувствуется какой-то, я не знаю, поток воздуха кожи. Такое ощущение, как будто кожа начинает дышать. Такое ощущение, как будто бы клеточки кожи просто обновляются. В общем, мне понравился этот крем, отлично питает за ночь мою кожу, я просыпаюсь, у меня лицо красивое, гладкое, нежное, кожа абсолютно, скажем так, выспанная, если можно так выразиться, не знаю, как это объяснить, но то есть я, когда просыпаюсь, у меня нет чувства заспанного лица. И вот это такое ощущение появилось именно после того, как я стала использовать этот крем. То есть, проще говоря, я когда просыпаюсь, после использования ночь этого крема, моя кожа, она отдохнувшая, если можно так вообще выразиться по отношению кожи. Ну, в общем-то, это и все. Вот такие вот средства были у меня от Organic Search, как я и сказала, вот этот крем и умывалка мне понравились больше всего, и вот именно их я могу вам рекомендовать на 100%. И также у меня здесь еще есть очень-очень интересное средство, которое я также получила от этого интернет-магазина. Это, в общем-то, натуральное масло Карите. Это масло можно использовать вообще как угодно, то есть это масло и для тела, и для, не знаю, там, для лица, для волос и так далее. Я никогда раньше не пользовалась натуральным маслом Карите, вообще никогда в жизни его не видела. Максимум, каким пользовалась я маслом, это кокосовым маслом. Ну, и когда я увидела масло Карите, я очень удивилась. Оно, конечно, чем-то напоминает кокосовое, но оно даже намного интереснее, чем кокосовое. Очень интересная текстура, похожая на кокосовое масло, но мне показалось очень интересное, похожее такое на суфле. Конечно, здесь уже плохо будет вам видно, так как здесь мои пальчики, так как часто им пользуюсь, но вот здесь немножко видно. Действительно, похоже на суфле, такая твердая поверхность, но когда трогаешь, то очень-очень мягкая, она абсолютно не вываливается. Вообще, очень интересное такое свойство, то есть не свойство, а текстура. Его нужно использовать, чтобы оно размягчилось, нужно набирать его на ручки и немножко согревающими движениями вот так вот, ну, как скажем так, растапливать теплом своих рук и потом уже применять на те участки, которые вы хотели бы. Сейчас вам расскажу, как я использовала это масло Карите. В общем-то, я его использовала в первую очередь на руки, потому что я не знаю, что случилось в последнее время с моими руками, вот с моей верхней частью ладоней, да, но в последнее время они у меня очень-очень сильно шелушатся, то есть даже если вот так присмотреться, то прям видно, что кожа такая шершавая, очень не совсем приятная на ощупь, и я его использовала именно на свои руки. Что я вам хочу сказать, отлично вообще увлажняет, питает. После этого мои руки, они просто преобразились, они стали приятные, гладкие, нежные на ощупь. На ночь я использовала это средство, и за ночь они просто, можно сказать, кожа рук, она просто восстанавливалась, и потом уже на утро были такие нежные ручки, не знаю, как у младенца. Также еще, конечно же, я использовала его после душа на тело, там на ножки, тоже очень хорошо, кстати, снимают, но раздражение после бритья ног, тоже его использовала, потом ноги очень гладкие, нежные. И также я даже умудрилась, и сейчас использую его на свои кончики волос. То есть что я делаю? Когда на третий день у меня уже грязная голова, то есть грязные волосы к вечеру, я ложусь спать, как бы им мою волосы утром. Что я делаю? В это время я на ночь просто на кончике, где-то вот примерно отсюда, наношу масло карите и, в общем-то, так и оставляю на всю ночь. Я никаким полотенцем, ничем не обворачиваюсь, то есть просто вот так вот кончики болтаются. Сразу хочу сказать, что масло абсолютно не пачкает нижнее, ой, то есть постельное белье, то есть насчет этого можно не беспокоиться, оно просто реально впитывается в структуру волос. И кончики потом на утро, когда я помою волосы, они очень мягкие, прям такие нежные. А я, конечно, не говорю, что убираются секущиеся концы, конечно же, этого нет, но просто на ощупь они очень-очень приятные, именно на ощупь они кажутся такими достаточно здоровыми. Вот поэтому мне вообще это масло очень понравилось, оно многофункциональное, можно его использовать, как только вам захочется, как только ваша душа пожелает. Вот поэтому, в общем-то, не ожидала. Но продукт действительно очень-очень хороший, и как бы сами сотрудники этого магазина хвалили именно вот это средство, поэтому, наверное, действительно оно суперское. Я вообще осталась в полничном восторге от этого средства, поэтому вам также могу его рекомендовать. Ну и последнее, что у меня есть с этого сайта, это, в общем-то, чай. Как видите, я его уже, конечно же, открыла, так как я его пила. Там очень много различных чаев, натуральных, конечно же, также из натуральных листьев, с натуральными компонентами. Очень много зеленых, также из черной и красной. Я выбрала зеленый органический чай, зеленый чай гималайский изумруд из Гималая. Запах у него потрясающий, очень натуральный, запах натуральных трав гималайских. Вот так он внутри выглядит. Что скажу, чай мне понравился, несмотря на то, что я не являюсь любителем зеленого чая, вообще, в принципе, да, я больше предпочитаю черный, но иногда, конечно же, все-таки нужно пить и зеленый. Этот чай мне понравился, конечно же, у него не совсем традиционный вкус, он немножечко похож на лекарственный, но от этого он не стал хуже. Вкус очень интересный, это очень-очень полезно, поэтому чай мне тоже понравился. И обратите свое внимание на то, что на этом сайте тоже есть различные натуральные чаи, если вы, как бы, этим делом увлекаетесь. Ну вот и все, вот такое мне было видео. Надеюсь, то, что оно вам понравилось. Может быть, вы почерпнули какую-то новую полезную информацию для вас. Ну вот и все, спасибо, что вы его посмотрели. Всем всего самого хорошего и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok